добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа разбор полетов меня зовут александр вальдман а вместе со мной в нашей тель-авивской студии как всегда замечательные гости мои коллеги друзья писатели журналисты публицисты марк отлярский и давид шехтер рад приветствовать добрый день добрый день должны ли глава правительства министры депутаты так называемые законодатели обладать высшим или специальным образованием для того чтобы их деятельность была более профессиональной и эффективной вот об этом я хотел с вами поговорить тем более повод нам дали наши и министры и законодатели и премьер-министры повод правда главное не то что так и не состоялся законопроект о запрете быть премьер-министром человеку не имеющему среднее образование я имею ввиду законопроект ликуда а сообщение о причинах и последствиях увеличения стоимости электричества в стране а также заявление министров некоторых министров о ситуации с коронавирусом правда о коронавирусе и электричестве я думаю с вами поговорим чуть позже а сейчас я хочу обратиться к давиду шехтеру давид ты насколько я знаю если я не ошибаюсь в своей профессиональной журналистской деятельности общался как минимум с пятью премьер-министрами скажи пожалуйста как-то сказывалась на их деятельности на результативности эффективности уровень образования ведь тот же если мы вспомним цхак шамир он не обладал высшим образованием он если я не ошибаюсь опять же закончил только один курс варшавского университета юридического факультета и цхак рабин тоже не имел специального высшего образования точно также как и бангурион который один год отучился в стамбульском университете на юриста мы помним из истории у сталина не было никакого образования он даже не закончил церковно-приходскую школу у гитлера так называемое реальное училище было всего лишь навсего как пт у по нынешним временам или по прошлым временам так вот на твой взгляд нужно политикам высшего ранга иметь специальное образование значит я могу сказать словами пушкина видел я пятерых премьер-министров но не только видел я с ними очень плотно общался и работал и ездил в зарубежный обезид поэтому мне есть что сменить и что сказать я вас на один полюс поставил ицхака шумира он действительно не обладал никаким высшим образованием он приехал в эрец израиль то он пошел учиться в еврейский университет но очень быстро его покинул потому что он вступил в легкие подпольную организации дальше уже не вернулся так он и остался без высшего образования и он был таким человеком себе с ним общаться было сложно говорить не любил цитировать таким человеком дела а на другом полюсе я бы поставил шимона переса иуда брака которые обладали великолепным образованием и израильским мне закончили здесь извини но он таньягу гарвард закончил школу административную гарварде а брак закончил стэнфорд он магистра стэнфорда так вот если мы сравним этих людей то именно до общаться с пересом это вообще удовольствие интеллектуальное поскольку это был фейерверк пир духа без 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 улыбки он он цитировал себе и юлианских пророков и вольтера и и маркса и рассказывали из истории по себе бен гурионе и таяне и вот этот блестящий человек он совершил самую большую оплошность в истории из из израиля он вверх в эту катавасию с ословскими договорами и с которым мы до сих пор не можем уйти а вот барак магистр стэнфорда и бакалавр математики и физики в вирусалиме тоже совершил огромные ошибки одна из них это выход из ливана и по общему мнению не только моему но и всех специалистов он самый плохой пример за всю историю из из изоля а вот из как шамир без высшего образования я помню я уже был здесь когда он принял очень тяжелое очень сложное решение в первую войну песенском заливе когда и из из альский ты впервые начали обстреливать тегетами и все его толкали давай давай вмешается помоги например самолеты в ирак он устоял и это решение было очень сложным очень тяжелым но она принял так вот все это показывает что особой корреляции между образованием и функционируем чеканава на посту премьера нет и мы видим это и на примере скажем америки когда один из самых сильных и самых лучших президента америки в этом веке джональд джейган он все бы каким-то лицидеем из голливуда снимался во второсортных гобойских фильмах и тем не менее он был тем чем когда сломал шею империи зла с программой своей устоял выдержал понимал очень тяжелое решение то есть кстати говоря вас сейчас тоже мне говорят а вот посмотрите лапит лапит он даже называет дульсинею таборскую кобылой лошадью дон кихота как такой человек может быть местным без делом а вы знаете меня это как раз и не смущает потому что вокруг премьера вокруг министра есть всегда много людей с множественной информации которые это информацию выкладывают своему боссу которые дают ему все это на булочке с голубой кавычкой функция главы государства функции министра состоит не только в том чтобы самому образованным до нас и главное в том чтобы уметь учиться уметь делать правильные решения и принимать тяжелые решения это зависит не только от образования но и от характера от опыта это очень такой сложный набор факторов поэтому когда мне говорят что вот допить не знаю что он не обязан в общем-то быть специалистом в испанской литературе это нас в советском союзе учили на дон кихоте здесь то совсем не так что меня да смущает в запите то что он уже имеет опыт принятия плохих решений когда он был министром финансов он намал много дров и сейчас нужно успел принять низко очень плохих решений которые должен был быстро исправить так что не так не так главное конечно же в итоге можно сказать что лучше чтобы пример был с высшим образованием но никакой корреляции корреляция между образованием и принятием правильных решений она очень такая хлипкая марик у меня к тебе тот же самый вопрос только я его усилю опять же давид в конце упомянул своего повествования министр иностранных дел лапитова даете лапит пример израильской молодежи что учиться не обязательно и школу не надо заканчивать главное иметь крепкого папу со связями и вперед благодаря его имени продвигаться вперед по карьерной и политической линии давай все-таки разделим это на две части во первых этот путайте вместе с давидом некие некие понятия есть образование то есть формальное получение какой-то определенной степени есть образованность это разные вещи можно получить образование но при этом не быть образованным можно быть образованным но при этом не иметь никакого образования скажем бен-гурион на мой взгляд приведенный тобой пример не очень удачный я не скажу что бен-гурион мой герой но хочу тебе сказать что бен-гурион был очень образованным человеком он и он очень много читал есть библиотека бен-гуриона он действительно как бы поглощал себе огромное количество знаний другое дело как прав Давид то есть действительно если мы говорим о главах государств то далеко не всегда я подчеркиваю образование и образованность человека коррелируется с умением управлять страной это первая часть вопрос вторая часть да то что касается аир лапида вот это если мы вторая часть заключается в том что ты сказал не надо тоже смешивать одно дело необразованность лапида и то что он ограничивается аттестатом зрелости него нет эти стратегии неважно закончил 10 классов тем не менее как бы он достаточно образованный человек благодаря папе своему хорошая библиотека хорошее домашнее воспитание он хороший был хорошим был журналистом опять-таки проблема в том что хорошие журналисты очень часто как ни странно оказывается плохими политиками полно у нас таких примеров это во-первых и во-вторых самое главное то что ты сказал вот это то что меня больше всего раздражает это идиотская наследственность такое ощущение что у нас каждый папа хочет каждого своего сынишку где-то обязательно пристроить вот куда не плюнь вот возьми любое государственную любую государственную должность будь то министры будь то я ирлапийц будь то герцоги да вот был уже папа его президентом нет надо чтобы сын был обязательно президентом а его родной брат должен быть обязательно послом я бы например лично видел на должности президента мильям перец потому что она мне гораздо больше импонирует и она была бы символом израиля при всем моем том что я знаю что опять-таки это эти ребята вот скажем герцоги образованы высочайшей степени она не системный игрок то что называется она не системный игрок она вне системы понимаешь вот это вот это наследственность вот это вот эти вот принцы система принцев это система так сказать помещение вот это такое ощущение что экстраполировано из вот этого маленького местечка где все друг друга знали и все передавалось по какому-то наследству да то есть это одна из самых на мой взгляд негативных черт нашего бытия и это то что к сожалению ладно бы это оставалось там где-то в туне там да но это мешает это в результате люди которые могли бы реально руководить скажем есть я не знаю работать ли он в миде нет в миде был удивительный прекрасный дипломат карьерный блестящий дори голд да блестящий дипломат вот кто должен быть министром иностранных дел на самом деле вот человек уровня абэ эвина вот такого такого сорта люди да то есть дело не в том что опять-таки прав давид какое образование у человека а дело в том насколько он соответствует своей должности вот у нас этого понятия нет министр не должен быть специалистом он должен быть прежде всего управленцем он должен понимать как расставлять кадры он должен понимать как стратегически руководить своим ведомством чтобы это сказать работать в пользу людей они против них да то есть и иначе бы мы бы так сказать у нас стоимости дороговизны жизни было бы совсем другой неже мы это видим сейчас прямо тепло вот мы как раз об этом я хотел с вами именно об этом поговорить стало известно что с января месяца у нас стране увеличивается резко увеличиваются цены на электричество для простых пользователей для промышленных предприятий ну как бы повышение повышение бывает изначально говорили потому что уголь подорожал в мире а у нас 20 процентов электроэнергии это угольные электростанции но оказалось нет не только в этом дело я процитирую фрагмент интервью нашего министра энергетики карина харар из партии которую возглавляет наш же премьер-министр она пояснила премьер-министр беннет и я взяли на себя обязательства в глазга использовать 30 процентов возобновляемых источников энергии в 2030-х годах в 20-х у нас должно быть 10 процентов возобновляемой энергии но сейчас мы заканчиваем 21 год и набираем всего 9 и 6 десятых ситуация не очень хорошая министерство энергетики вкладывается в газ гораздо больше чем и возобновляемые источники энергии поэтому пришлось притормозить программу разведки месторождений чтобы соблюсти баланс у меня нет цензурных слов чтобы охарактеризовать то что она сказала и решение которое она приняла подписалась под которым вместе с премьер-министром может быть я утрирую и все нормально главное быть в международном тренде вот в этом идиотизме под названием борьба с глобальным потеплением давид ну я согласен с тобой мне тоже нет цензурных слов для того чтобы оценить это решение вопрос почему почему за то чтобы они были в тренде должны расплачиваться мы с вами правильно кстати повышение не такого же резкое пять процентов никто от этого не умрет окей ты не забываешь что повышение цен на электричество поднимает автоматически все остальное все остальные когда у нас когда у нас только 20 процентов этого угля то не должно было быть такое повышение и когда у нас есть не газовая нам постоянно говорили о том что вот газ газ миллиарды потекут казну этими миллиарды мы используем именно для народа ну и что миллиарды между прочим уже текут уже поступило я по-моему 10 или 15 миллиардов казну но наши нынешние правители для них ведь самое главное это состязаться с натаньягу они должны доказать что они и мы химко люди и мы не хуже и поэтому все что делал и мы будем делать у него было очень большое международное имя и международный претишки мы будем отрываться как а любыми способами вот нас там позвали на эту конкуренцию и мы туда поехали и мы сделаем то что там хотели чтобы мы были в первых рядах сколько это будет стоить народу совершенно не важно главное чтобы мы были впереди планеты всей и к сожалению это не только в этой сфере мы видим такое поведение и в других сферах и и и и в экономике и в политике так что до тех пор пока у нас будет прибыль стоять для которого смысл существования которое сводится только не биби и мы не хуже биби вот так что у нас будет и дальше марик в дополнение к вопросу об электричестве я тебя хотел о чем спросить министр финансов буквально вчера на заседании коронавирусного кабинета заявил что вирус микрон он вообще никак не страшно вообще коронавирус это как грипп не страшнее чем грипп мы с тобой помним не только мы с тобой наверное что совсем недавно господин либерман игнорировал заседание коронавирусного кабинета он оправдывался тем что он в этом ничего не понимает и доверяют специалистам он уже стал специалистом как я понимаю ну что я тебе могу сказать к сожалению все эти безответственные заявления всех порядок не разделяю политиков по поводу того в чем они не разбираются его уже кстати поправили уже сказали привели примеры при примеры массового заражения микроном и даже смерти от микрона что как бы ну окей ладно так сказать будем жить как швейцарию ничего страшного то есть как подумаешь швейцарии там тоже так я думаю что все на самом деле гораздо сложнее и заключается но в том что опять-таки я прихожу к своему излюбленному коньку заключая проблема заключается в том что система о которой мы говорим она система управления страной она базируется в основном на неких политических пристрастиях тоже сказал давид и я тут с ним согласен то есть когда правительство строит свою деятельность хотя по идее ради кого вообще существует правительство оно должно стоять ради людей ну конечно да но правительство которое даже называл себя правительством перемен да но при этом все что они не делают они делают это с оглядкой на не ты не ягу начинаешь сомневаться вообще в их дееспособности ребята а у вас вообще что-то свое есть вот что бы они не делали да и давид прав до тех пор пока они своей деятельности будут ориентироваться на лозунг только не ты не ягу вот мы и будем получать все это мы будем получать дорогую электроэнергию газа будут говорить о том что стоянки в городах платный въезд тель-авида микрон не страшен там ну подумаешь там это самое как я подумал я на себе пример зачем там далеко ходить я покупаю постоянно подумал у меня киоск есть я покупаю там четыре бутылки соды за 11 шекелей на днях пришел продавец говорит ну все кончил салфа я говорю что такое все как через несколько дней повышается цена на на содовую 11 шекелей стоило четыре упаковку четырех бутылок почему с какой стати почему это почему но на сладкие напитки подняли за компанию на на компанию написал я фейсбурки читал там человек один написал что он покупает специально эту жидкость для заправки электронных сигарет в шесть раз она повысилась она стоила 50 шекелей сейчас около трехсот в шесть раз ты понимаешь что происходит какой-то полный абсурд мы не бедное государство у нас валютных запасов кстати благодаря тому же это не ягу я читал серьезная была публикация такая мерафа розеров есть такая журналистка внучка розерова за маркер она пишет что у нас валютных запасов сейчас столько что мы не знаем куда их девать у нас излишки валют они обесцениваются эти понимаешь то есть сегодня у нас богатая страна так пустите это то есть но самый легкий подход это свалить на среднего человека на обывателя на средний класс до свалить все налоги свалить все расходы понимаешь за счет на чем так дело это под сурдиночку при этом говорят о том что все прекрасно все хорошо и потрясающий случай был ты наверно в курсе когда на пресс-конференции нафтали бенетту сказали а почему ваш правительство лихорадит почему сегодня одно решение принимаете завтра другое вы рекомендуете израильтянам не улетать за границу ваша жена на следующий день собирает вещи вместе детьми улетает за границу что он ответил он сказал зато мы сформировали правительство и очень хорошо работаем ну а чтобы он что ты хотел от него услышать что мы плохо работаем это напоминает знаменитую присказку советскому союзу зато в америке негров лечует ну хорошо ну так ну да сразу вспомнил анекдот как фишер играл со спаским да 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 у вас мяса не будет спасибо спасибо друзья за этот разговор спасибо за откровенное мнение спасибо вам друзья что были с нами всего самого доброго будьте здоровы а главное делайте выводы правильно и желательно всего доброго до новых встреч